Вы знаете, если у Долина Трампа больше реалистов, то Хиллари Клинтон больше в команде так называемых либеральных интервенционистов, то есть ориентированно на уменьшается в другие страны, но и тоже в ее команде есть неоконы. Это самая экстремистская группировка, я бы сказал более точно, ее называли джихадисты такие американские. Значит, ну, две угрозы мира главные, это исламский терроризм и американские неоконы, конечно, они вреда миру перенесли значительно больше, чем Аль-Каида и ИГИЛ вместе взятые. Значит, к сожалению, вот они есть в команде, поэтому я думаю, что в основном Хиллари Клинтон будет продолжать политику Барака Обамы. Ее реальные действия, я думаю, не будут такими стремистскими, как были ее заявления, типа желание передавать большое количество наступательного летального оружия в руки киевской террористической хунты. Я думаю, что она будет несколько более осторожной тоже по Сирии, как они будут объявлять бесполетную зону, но сотрудничать не будет. Таким образом, это будет при Клинтон в основном продолжение политики Барака Обамы. Хорошего в этом особенного мало. Хотя есть тоже некий шанс того, что Хиллари Клинтон поймет о том, что если даже такой странный человек, как Дональд Трамп, чуть не победил ее на президентских выборах, значит, в реальности его Дональд Трампу программу поддерживает процентов 60 населения. И что для того, чтобы быть успешным президентом, Хиллари Клинтон тогда будет вынуждена частично выполнять предвыборную программу и Дональда Трампа тоже. Ну, не программу, а предвыборные идеи Дональда Трампа. Я, кстати, думаю, что так оно примерно и произойдет. То есть на две трети Хиллари Клинтон будет выполнять свою программу, на одну треть Дональда Трампа. То есть не исключено, что как-то вот чувство реализма тоже оно проснется. Но проблема Хиллари Клинтон заключается в том, что она все-таки, по всей видимости, тяжело больна. По всей видимости, это такое неврологическое заболевание. Характер во время избирательной кампании на этих митингах встреч с избирательной наступает минут по 10 максимум. То есть потом все остальные подключаются. То есть не исключено, что по физическим способностям она не вполне будет способна выполнять обязанности президента. И тогда это будет такая как бы эпоха позднего Ельцина или эпоха позднего Брежнева, когда крупные другие какие-то бюрокархические или олигархические генералы, они во многом играли роль правительству.